Привет, друзья! Что бы ни сказал Владимир Зеленский, впечатление, что бы он абсолютно, что бы он ни сказал, парохоботы, каналы Порошенко и там сателлиты всякие порошенковские, это все перекрутят так, что ему все равно будет плохо, худо будет. Что бы он ни говорил, скажет про НАТО плохо, не скажет про НАТО тоже плохо, скажет про то, что не надо говорить с Путиным плохо, что скажет надо говорить с Путиным, все равно плохо. Ему лучше вообще помолчать. Осталось-то две недели. Ну, это лично мое мнение. Ибо даже когда он подтягивается на перекладине, оказывается, что это тоже плохо. Это серьезно, я вам говорю. Она тут, короче, рассказывает, что вот это вот он подтягивается, но вот он подтягивается не на перекладине, а на какой-то фигне, там малоархитектурная форма. И таким образом это очень плохо, потому что он таким образом он хулиган. А перед этим она рассказывает, что в детстве она хотела какать в кастрюлю, но впоследствии все-таки решил ее надевать на голову. На самом деле для нас не стало бы откровением то, что произошло впоследствии, если бы мы внимательно прочли статус Михаила Саакашвили от 2 апреля. Встречайте Моше. К нам приехал Моше, известный говномет, говномет, которого использовали и в грузинских предвыборных компаниях, и в австрийских. И этот говномет, приехав в Украину, запостил фотографию по ошибке из офиса прямого, прямого канала, который принадлежит Порошенко. И так он спалился, потом он это удалил и все такое прочее. Неплохо об этом, ну достаточно сжато рассказал Лещенко. Фейковые переписки, поддельные телефонные разговоры, грязь. К нам заехала израильская грязь. Поэтому грязи будет теперь предостаточно настоящее мертвое море, можно сказать. И, в принципе, это было сказано буквально за день до величайшего расследования, которое понесли сателлиты Порошенко, касательно переписок вскрытых, касательно того, что Зеленского поддерживали криптовалюты. К слову, эта криптобиржа закрыта уже полгода. Ну это так, на всякий случай я вам рассказываю, со мной связались люди, которые судятся сейчас, как я понимаю, с предыдущими владельцами, потому что там украли всю криптовалюту. Но это, она сначала закрылась, а через полгода они начали спонсировать Зеленского. Австрийцы были на самом деле шокированы. Они такого еще не встречали. Курц становился и антисемитом, и фашистом. Он уже предлагал кого-то сжигать в газовых камерах. Там был просто трэш и ужас. При этом, что я должен подчеркнуть, несмотря на самопиарные некоторые статьи о том, что куда не приходит Моша, там все побеждают, победил Курц. И эта вся грязь не возымела действия на избирателей, которые проголосовали за политсилу Курца. Поэтому, когда вам рассказывают, что Моша такой весь непобедимый, вот это приходит, там забросал своим говном и все типа из него не выплыть, это ложь на самом деле. Это на самом деле интереснейшая технология, когда они начинают говорить, Зеленский это Путин, Зеленский пророссийский, Москва, Кремль, Зеленский, Зеленский, Зеленский пророссийский. И этим они вынуждают Зеленского по простоте душевной начинать оправдываться. А оправдываться всевозможной там националистической риторикой. Таким образом, они отвернут от него избирателей на Юго-Востоке, который очень много голосов дал Зеленскому. Понимаете, какая задумка? Зеленский не должен на это реагировать, он не должен вестись на эту мерзость. Да, доходило и до такого, то есть барышня, якобы получила письма с угрозами смерти от Саакашвили, команды Саакашвили. И они это настолько начали раздувать, она устроила пресс-конференцию, и вписались, припхались европейские депутаты. И вот они влезли своими рогами, начали высказывать свою обеспокоенность, потом эта тема зашла в Европарламент. Фейковая тема, поймите. Вот такими методами они действовали тогда, такими методами они действуют сейчас. Это фолл последней надежды. Порошенко нанял этих гряземетов, говнометов для того, чтобы хоть что-то вырулить за две недели. у него две недели остается, и вырулить у него ничего не получится. Мы-то это знаем. При этом они активно стараются. Порошенко делает из Зеленского теперь наркомана. И то, что еще вчера казалось невозможным, ну невозможно просто утверждать, что Зеленский является наркоманом, сегодня технологами, ну на самом деле никакие не технологи, это просто говорящие головы администрации президента. Они это проговаривают всерьез. Наркоман. Вся края будет понимать, что у нас наркотично залежный президент. И начинается расписывание о том, что наркотически зависимый человек может не ту кнопку нажать, ракеты полетят, не туда, а вот туда. А что такое наркотично залежная людина, это та людина, которая готова продать все за дозу. За дозу он будет готов все продать. Будет труситься, сидеть, дозняк, дозняк. И ему Коломойский будет приносить дозу. Ладно, на тебе, на сегодня. Он такой, давай, давай, баян, сейчас двинусь. Это означает, что не будет руковаться, ну как бы он стал президентом, даже не Коломойский, которого там ФБР расшукает зараз. Ну, касательно того, что Коломойского ищет ФБР, это еще один говновысер команды Порошенко. Ищет, но не может найти. Навіть там не какие-то другие люди, а просто тот, кто будет стоять поряд и выдавать дозу. Драгдилер. Вот и все, страной будет управлять драгдилер. Тот, который будет давать наркотики Зеленскому. Уже все решили. То есть, уже обсуждают не то, что там, с какого ляда вообще, с какого перепуга, он наркоман, да, к тому же там дозовый какой-то наркоман, что в системе там уже. Они уже это, это мы уже решили. Теперь надо решать, как страной будет управлять такой конченый наркоман. Ну, я уже не скажу про те, что, знаете, этот час эйфории у наркоман кокаиновых закона, он отрывает близко пів годины. Сериал Наркоз. Короче, он уже кокаиновый наркоман, полчаса у него эйфория, а потом через полчаса у него что, опять ломка, да, ну, по мнению полия, вот так вот все происходит. Он не может дебаты выдержать больше полчаса. Тобто, если дебаты будут больше пів годины, он просто потухнет. Если закончится дозняк, ну, слушай, он же может нагнуться там. Сейчас, Петр Алексеевич, опа, и погнал опять. Вдумайтесь в этот абсурд. И этот абсурд был бы хорош, ну, на страницах там просто желтой прессы, да, где-то бабы под подъездом бы говорили. Они это дерьмо занесли уже в парламент, на канал Порошенко, напрямой, и вложили это дерьмо вот так вот прям в рот всем своим говорящим головам. Треба ж все розуміти. И я впевнений, что він буде зацікавлен в якомога коротших дебатах, якщо вони взагалі відбудуться. Теперь, то есть, если Зеленский выйдет, а я ему именно так бы и предлагал, выйдет, скажет, Порошенко, зачем ты преследуешь Шария? Ну, иди нахуй. И все, и заканчивай дебаты, ты иди отсюда, мне это не интересен, пока, да, или вообще не встречаться с ним. Но, вы ж понимаете, теперь, если он не встретится, значит, то точно он наркоман. А если дебаты пройдут 5 минут, закончится Порошенковская истерика, и Зеленский уйдет, он тоже наркоман. Потому что он же занюханный пришел. Через полчаса закончится, он потухнет же. Я дивлюсь его выступы и его фотографии. Когда меня спрашивают, а почему так круто и почему ты считаешь, что ни один человек, который работал на телеканале Прямой, после падения режима не имеет права работать в средства массовой информации, я вот буду приводить еще и вот это вот. В окременные моменты. Там абсолютно явно расширены зрачки. Будь-який лекарь вам, ну, я думаю, что навіть без анализов скажет, что это означает. И может быть, можно было бы сказать, он сумасшедший. Но он же не сумасшедший, вот этот полей. Прегляни его в видео, она побачивает. Я дивился, я тебя не побачив. Ну, вы такой аналитик. Мне сказал это районный нарколог. Он не сумасшедший. Он работает на администрацию президента. Это вопрос, потому что человек, который наркоман, швидше за все, она не может быть. Я вас прошу. Ведь вызывает смех. Вызывает смех и исторический смех, то, что они несут. Когда всем стало очевидно, что он является наркотично-залежным. Фейс-спалм. Понимаете? Что до наркозалежности, то подивиться на результаты. Результаты полягают в том, что Зеленский вселяко уникает дебатей. Это работа Моши. Это говномерство самого низкого пошива. Наркоман Зеленский. Вместо алкоголика Порошенко у нас теперь наркоман Зеленский. Что за чушь? Поливин здесь выступает. Это чушь. Конечно же, это чушь. Чушь абсолютнейшая. Тем не менее, вот такую вот чушь теперь продвигают в массы. Какой это вызовет эффект? Я уверен, противоположный. И яка будет продавать краину за панюшку коксу, вы бачите. Да, Александра. Ну, Александра. Несерьезный разговор. Я убежден, что наш избиратель намного умнее, чем думают всевозможные Моши, говнометатели, которых нанимает самое мерзкое существо, которое видела пока что Украина в качестве президента. Я убежден абсолютно, что своими голосами они покажут, куда отправляться и Моши. Кстати, и Порошенко может вместе с Мошей в ту же сторону. И как бы, ну, дальше будет хуже. Я могу себе представить, до какого уровня абсурда дойдет это грязометание. Мы ждем появления писем каких-то, мы ждем телефонных угроз, мы ждем пресс-конференции и так далее. Я думаю, они будут понакатаны, но вы умнее, чем думают эти уроды во сто крат. Поэтому ждем, наоборот, чем больше грязи, тем лучше, тем больше подгорает УАПшечки. Это очень классно. Мы уже знаем, педофилию мы знаем, вот теперь наркомания началась, что там завтра еще, что там некрофилия будет. Хорошо. Это значит, что горит. Это значит, что работает. Подписывайтесь, друзья. У нас канал двухмиллионник. Подписывайтесь, чтобы настало три миллиона. Пока.